Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Дмитрий Хоффман. Я являюсь квалифицированным инвестором и специализируюсь на компаниях биотехнологического сектора США. Для того, чтобы быть в курсе последних событий и получать актуальную аналитику по сектору, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. В этом видео речь пойдет о G1 Therapeutics. За судьбой этой компании я сам слежу довольно внимательно, потому что являюсь владельцем ее акций. Последний обзор по биотеху выходил 27 мая 2023 года, кто не смотрел обязательно посмотрите, это было уже после остановки их ключевого испытания Preserve 1. Прошло больше трех месяцев, честно говоря мои мысли про будущие перспективы G1 не изменились, но появились некоторые новости, которые мы сегодня и обсудим. Итак поехали. Как я говорил в предыдущем обзоре, перед руководством биотеха после провала одного из своих ключевых испытаний стало две основные цели. Первое это доказать как инвесторам, так и пациентам, что неблагоприятное влияние на противоопухолевую эффективность релоциклиба ограничивается только режимом химиотерапии, используемым при лечении хролектального рака. А при других видах лечения, в том числе при распространенном мягкоклеточном раке легкого и тройном негативном раке молочной железы, он будет показывать положительную динамику. Вторая задача это создание денежного потока и резерва для обеспечения текущих операций. G1 до сих пор тратит денежные средства быстрее чем зарабатывает. Это типичный вызов для молодой биотехнологической компании. И то насколько эффективно руководство справляется с ним является существенным фактором для оценки акционерами. 2 августа компания предоставил отчет по результатам работы за второй квартал 2024 года. Согласно нему доход составил 42,4 миллиона долларов, включая 11,1 миллиона долларов от продажи Кассела, что соответствует росту в 6% относительно предыдущего квартала. Напомню, что в прошлый раз квартальный рост составил 18%, и это безусловно негативно повлияло на оценку инвесторов. Однако здесь стоит подробнее обсудить саму причину, приведшую к такому снижению. Вообще в целом продажи на рынке лечения мелкоклеточного рака легкого могут колебаться из-за двух-трехмесячной продолжительности терапии для пациентов первой линии. Но на данный момент возникла проблема и на национальном уровне. В США зафиксирована нехватка карбопластина и цепластина, которые являются основой химиотерапии на основе платины, что вызывает остановку курсов лечения у пациентов при мелкоклеточном раке легкого. По сообщениям руководства G1, эта ситуация сильно повлияла на продажи в мае и июне, особенно в общественных клиниках и больницах, у которых было меньше возможностей для поддержания запасов карбопластина и цепластина. Например, объем продаж Кассела у 100 крупнейших клиентов, которые наблюдают около половины случаев мелкоклеточного рака легкого на обширной стадии, вырос на 20% за квартал, в то время как у клиентов не входящих в 100 крупнейших снизился на 11%, и это связано с тем, что на них сильнее повлиял дефицит платины, чем на крупных клиентов. Если же посмотреть на рост клиентов в академических учреждениях, то он составил 25%, по сравнению с минус 2% по общей выборке. И опять же, это по всей видимости связано с нехваткой запасов. Принимая во внимание вышесказанное, руководство считает, что без нехватки платины, уровень роста во втором квартале, возможно, был бы ближе к темпу роста в первом квартале, то есть 20%, чем к фактическому. На сегодняшний момент ситуация с компонентами продолжает меняться, и можно ожидать увеличения количества процедур во второй половине года. После устранения данного дефицита, мы вполне можем увидеть своеобразный отложенный спрос. Это что касается снижения темпа роста продаж. Идем дальше. Согласно отчету, был получен единоразовый платеж в размере 27 миллионов долларов от партнера, представляющего интересы Джуван в Китае. Взамен на эту выплату, биотех отказывается от будущих роялти. И многие комментаторы по каким-то причинам оценили это как негативный момент, снижающий будущие доходы компании. Однако я хотел бы обратить внимание, что подобные преждевременные выплаты наоборот являются позитивным моментом, показывающим нежелание руководства размывать долю акционеров и желание искать иные решения по закрытию дефицита денежного баланса и увеличению финансовой гибкости. Это действительно большая редкость, когда биотех вместо банальных доп. эмиссий, старается договориться с партнерами. Также были внесены изменения в кредитную линию. Компания погасила часть кредита в 25 миллионов долларов перед Киркулес Кэпитал, в результате чего общая сумма непогашенного долга на данный момент составляет 50 миллионов долларов. Руководство заявило, что операционные расходы в 2023 году будут примерно на 30% ниже, чем в 2022, а текущей денежной позиции вполне достаточно для достижения стратегических целей, а именно выходы на результаты клинических испытаний в 2024 году. Что касается клинических испытаний, конечно же всех волнуют противоречивые результаты исследования третьей фазы королектального рака, остановка которых буквально обрушила акции биотеха. По заявлениям руководства, были исследованы ряд гипотез и после всестороннего анализа не были выявлены какие-либо конкретные причины или факторы, объясняющие неожиданные результаты. Принимая во внимание данные всех клинических исследований, G1 считает, что результаты по программе королектального рака связаны с конкретным режимом лечения и конкретным типом опухоли. В исследованиях при обширной стадии мелкоклеточного рака легкого и тройного негативного рака молочной железы не наблюдается каких-либо подобных неблагоприятных результатов противоопухолевой эффективности. Это были последние новости. Теперь давайте посмотрим на котировки акций компании. С момента последнего обзора они снизились на 37% и сегодня торгуются по 1,7 долларов за акцию, при общей капитализации биотеха 86 миллионов долларов. Если вы спросили бы мою оценку текущей цены, я бы ответил следующее. Приобретая какой-либо актив, впервые стоит задать себе вопрос, дорого он стоит или дешево. Если же вы ранее приобретали его, вы безусловно должны были изучить компанию и при фактически неизменившейся ситуации в ее деятельности радоваться тому, что вам дают такую существенную скидку относительно майской цены. Уважаемые коллеги, если вам понравилось это видео, не забудьте поддержать канал и поставить лайк. И всегда всем дошторгов!